Добрый вечер! День десантников и сил специальных операций. 2 августа «Голубые береты» стран СНГ отмечают профессиональный праздник. Столетие со дня начала Первой мировой. В городе над Бугом открылась выставка, посвященная памятной дате. Благоустройство города с водной точки зрения. В Бресте ведутся работы по обеспечению системой водоснабжения и канализации. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. 2 августа. Особенная дата для города над Бугом. Ведь именно здесь, на славной героической Берестейской земле, в когда-то военном и закрытом от глаз посторонних микрорайоне Южной, находится знаменитая 38-я отдельная гвардейская венская мобильная бригада. Бойцы которой сегодня отмечают профессиональный праздник – День десантников и военнослужащих сил специальных операций. Специально на торжество в родную часть каждый год приезжают и те, кто выбрал по жизни девиз «Никто кроме нас» и гордо носит голубой берет, и те, кто сегодня трудится на благо своего государства, выбрав по жизни другую профессию, но верно несет сквозь года честь мундира. По традиции, на территории бригады прошли праздничные мероприятия с участием военнослужащих подразделения. Подробности в первом материале выпуска. Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю вооруженных сил. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны славой. Крылатая пехота – мощное оружие, которое благодаря особенной слаженности и уникальной внутренней силе духа и сегодня имеет имидж одного из элитных подразделений войск страны. Меняется время, меняются тактические задачи, однако десантники с гордостью проходят все испытания. Мы являемся правоприемниками воздушно-десантных войск. Называемся мы сейчас силой специальных операций, но в принципе у нас ничего не изменилось. И прежде всего не изменился наш дух. У нас существует десантный дух, он приумножается, очистятся традиции. Те задачи, которые стоят перед соединением, ну они изменяются в зависимости от обстановки, которая прежде всего происходит в мире, мы видим и у наших соседей. Поэтому мы всегда готовы выполнять боевые задачи. В торжественном митинге приняли участие представители городской вертикали, члены общественных организаций и объединений, инициативная молодежь, горожане и гости города над Бугом. Всяй для кого день десантника больше, чем просто мероприятие. Позже сложившейся традиции в свой профессиональный праздник, лучшие из лучших получили заслуженные награды за добросовестный труд, честное и верное служение своему отечеству. Также в этот раз определились и обладатели уникального звания – почетный солдат. С сегодняшнего дня они получили уникальное право навечно быть зачисленными в списке военнослужащих части. Немножко был ошарашен, честно скажу. Это накладывает дополнительную ответственность перед тем личным составом батальона, где я командовал, где я служил. Надо отдать должное личному составу бригады, особенно солдату, который своим ратным трудом завоевывает честь и славу воинам-десантникам. По уже сложившейся доброй традиции десантники и разведчики продемонстрировали лучшие образцы своего особенного армейского искусства. Это и показательное выступление роды почетного караула, и уникальные комплексы рукопашного боя. За красивым действом во время праздника скрывается огромная работа, потраченные силы и желание доказать, что десантные войска – это элита. Что служба требует от голубых беретов не только глубоких знаний и выносливости, но и самого искреннего убеждения, что защита отечества – толк и обязанность настоящего воина. Далее действие переместилось на площадку за плацем, где гости праздника могли увидеть эпизод захвата и уничтожения объекта противника. Только здесь в праздничный день можно увидеть настоящие династии, в которых из поколения в поколение передается уникальное патриотическое воспитание и любовь к делу голубых беретов. Это сегодня Дмитрий Эдуардович Олегнович, руководитель Белорусской Федерации каратэ. В свое время и он маршировал по плацу. Традиции отца продолжает сын Евгений. После того, когда я вернулся домой после армии, я организовал клуб «Юный десантник». И сейчас традиции «Юного десантника» продолжаются, только в более широком и более глубоком смысле. Если раньше это был просто клуб «Юный десантник», где мальчишки занимались рукопашным боем, изучали тактику воздушно-десантных войск, ходили в тяжелые походы, преодолевали препятствия, то сейчас мы уже развились до уровня Республиканской Федерации «Кекусын-Кай-Буду-Каратэ». И традиции верны. Продолжают наши ребята служить в воздушно-десантных войсках. Сейчас служит мой сын. Конечно, весомую часть меня вложил отец в воспитание. Возможно, именно благодаря этому мне несколько легче служить, чем другим, потому что были уже какие-то трудности ранее, и привычка преодолевать эти трудности, она осталась. И это значительно помогает здесь. Целый день в 38-й гвардейской венской краснознаменной отдельной мобильной бригаде будет звучать музыка и веселый смех. Целый день сюда будут спешить те, кто чувствует себя единым целым с десантными войсками и силами специальных операций. Как известно, бывших голубых беретов не бывает. Сегодня бойцы крылатой пехоты поздравляют друг друга с главным праздником и признаются, что лучше, чем служба ВДВ, не найти. Этот день – это самый богатый день в моей жизни. Я рад и доволен, что Родина меня родилась здесь, что я попал в этот род войск, что Родина меня научила защищать свой дом. И я теперь не боюсь ничего. Я знаю, ради чего я живу. Десантные войска – можно сказать, это элита. Служба в армии подарила, в первую очередь, уверенность в себе, боевую закалку, ну и в любом случае возникали различные ситуации. То есть это дает тебе возможность настраиваться на какие-то боевые, суровые будни. Ну и в первую очередь надежда, вера. Десантные войска на сегодняшний день – это оплот вот этой силы, оплот силы веры, силы духа, силы воли в нашей жизни. Потому что, ну, нет ничего другого святее, как защищать свою Родину, свою семью, свою жизнь. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Сергей Куропатов, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжении темы. 38-я гвардейская Венская краснознаменная отдельная мобильная бригада – это кузница настоящих воинов, искренне преданных служению Отечеству. Солдат, которые с особым достоинством и трепетностью несут воинскую честь и отвагу. Такого результата удается достичь не только благодаря тщательной патриотической и воспитательной работе. Большую роль в формировании личности играет собственное отношение к службе, к выбору жизненного пути. Любовь к небесам и красивая форма помогла в свое время герою следующего материала выпуска выбрать путь всей жизни. Накануне профессионального праздника Анастасия Ноздрин-Плотницкая заглянула в войсковую часть и познакомилась с настоящим десантником. В преддверии профессионального праздника в 38-й гвардейской отдельной мобильной бригаде подготовка к торжеству идет особенно усиленно. Поставляется техника, устанавливаются палатки, проходят последние репетиции. В день торжества все должно быть на высоте, ведь, как известно, этот род войск – настоящая элита. Сергей Васильевич Ужонок – заместитель командира 38-й отдельной мобильной бригады на службе с самого утра. Нужно проверить, как идут работы, чтобы в срок все было готово. Ныне гвардии полковник с юных лет мечтал служить в элитном подразделении, и мечта мальчишки в свое время осуществилась. Возможно, благодаря тому, что с такой же, как и сегодня, ответственностью он в свое время готовился к армии. Проходил срочную службу в 7-й воздушно-сантной дивизии, в городе Каунас. И, в принципе, мечтал стать военным, но никогда не думал, что будут десантником. Так сложилась судьба, и когда принимал решение поступать в военное училище, голубые береты, красивая форма, но прыжки с парашютом сыграли свою роль, и я принял решение, поступил в Рязанское воздушно-сантное училище. Выбор оправдал себя. Сегодня Сергей Чижонок не представляет жизни без любимой службы. О том, что десантные войска стали его водчиной, он ни разу не пожалел. Армия научила офицера быть честным и открытым, никогда не бояться трудностей и гордо нести звание военнослужащего сил специальных операций. Ведь именно эти качества формируются в данном подразделении. Если бы стоял выбор сейчас продолжать службу, поступать в военное училище, конечно бы да. Воин сил специальных операций должен быть сильный, смелый, думающий, способный выполнить поставленную задачу. О планах на будущее Сергей Чижонок загадывать не любит. Человек, уверен, офицер должен жить сегодня, а по жизни шагает с высоко поднятой головой. В безопасе у него есть воинский устав, настоящая выдержка, честь, смелость и отвага. А дома его ждет надежный тыл, супруга и двое дочерей. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Торжества, посвященные Дню города, открытие новых социальных объектов, миллион тонн зерна и 20-летие Комитета государственного контроля. Все эти темы нашли отражение в ежедневных выпусках новостей. А сегодня мы предлагаем совершить короткий экскурс по важным событиям минувшей недели. 70 лет отделяют нас от того счастливого момента, когда немецко-фашистские захватчики покинули последний город бывшего Советского Союза. Возложение цветов в стели на площади свободы в торжественный и такой волнительный для каждого берестейца день 28 июля уже давно стало традиционным действом. Представители городской областной вертикали, руководители общественных объединений и организаций, инициативная молодежь всех объединил один из главных праздников областного центра. Своё продолжение памятные мероприятия нашли на священной земле Брестской крепости, где возложением цветов к вечному огню и минутой молчания участники по традиции почтили память защитников цитадели. Легендарный подвиг солдат укрепления остался героической вехой в летописи Великой войны. И память о нем помогает идти по верному пути, на котором сегодняшним защитникам Родины придется брать в руки оружие только в дни памятных мероприятий. Мы должны понимать, что за этими сотнями лет, если говорить о городе нашем, за 70 лет прошли поколения. И они из поколения в поколение, эти люди как раз творили истории, писали истории, создавая новые заводы, благоустраивая свои города, отстраивая города на ново после Великой Отечественной войны. Поэтому, когда мы празднуем такие даты, то мы в первую очередь должны помнить и помним тех людей, которые жили на протяжении этого всего периода. И благодаря этому мы сегодня имеем то, что имеем. Сейчас наша страна, во-первых, она узнаваемая. Страна, которая социальные ориентиры свои не потеряла, а наоборот развивает. Страна, которая имеет серьезную и хорошую экономику, эффективную экономику. Страна, которая создала свою продовольственную безопасность. Это очень важно. И самое главное, что у нас есть перспектива. Вот все те задачи, которые перед нами ставит президент, они как раз и направлены на то, чтобы у нас не было таких катаклизмов. И чтобы мы сильны были не только мощью военной, но и экономической мощью. Тогда люди всегда будут довольны. День рождения Бреста принес горожанам массу положительных эмоций и довольно много подарков. Реконструированные магистрали, новая детская поликлиника и хореографическая школа. Новые арт-объекты на Гоголевской аллее фонарей. В день освобождения города над Бугом от немецко-фашистских захватчиков распахнули двери гипермаркет «Алми» и новый ЗАГС в московском районе. Я думаю, новый ЗАГС будет способствовать тому, чтобы от количества заключенных врагов было меньше разводов. В таком здании, если бы он был заключен, а не в какой-то конуре, то не будет хотеться разводиться. А если будет меньше разводов, снова пойдет рождаемость. Еще одна круглая дата. Торжественное собрание, посвященное 95-летию образования госконтроля Беларуси и 20-летию со дня образования Комитета государственного контроля Республики Беларусь, прошло на минувшей неделе в городе над Бугом. Долгие годы кропотливого труда, сотни пресеченных преступлений. Во многом именно работа сотрудников данного ведомства помогает Берестейскому региону держать высокую планку и быть лидером в различных сферах экономики. Показателен и тот факт, что даже в праздничный день разговоры в основном о работе, а значит и результат ждать не придется. В настоящий период, наверное, больше мы стали внимания уделять аналитической составляющей работы. Работаем, внедряя новые методы, в том числе международные подходы, аудит эффективности, к примеру, в своей работе. Безусловно, не остается без внимания и основные наши задачи, которые связаны с контролем за исполнением законодательства. И, безусловно, в случаях, когда мы находим нарушение, каждый виновный несет ответственность в зависимости от той степени вины, от той степени нарушения, которую он совершил. Хлеборобы Брещины намолотили миллион тонн зерна. Такая новость застигла в поле аграрии в Барановичского района. Именно их 31 июля губернатор региона Константин Сумар поздравлял с первым в области стотысячным намолотом. Сегодня уже убрано более 60% площадей, а средняя урожайность составляет около 42 центнеров с гектара. И для Брещины это не предел. Аграрии планируют получить более 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна. Это примерно на 200 тысяч больше прошлогоднего. В своем выступлении губернатор региона Константин Сумар поздравил берестейских хлеборубов и подчеркнул, что заслуга миллионного намолота во всеобщей сплоченности, добросовестном отношении к своему труду и любви к родной земле. Сегодня нельзя сказать, что это работа только или заслуга одних хлеборубов. Я знаю, что в этом хлебном каравае, который мы будем иметь в этом году, это заслуга не только хлеборубов наших, но это заслуга и наших учителей, которые работают в школах, и наших медиков, и наших работников культуры. И здесь много-много можно еще сказать, а правоохранители органы тоже самое. То есть вот эта вся огромная, большая семья, которая называется Брестская область, как раз она и дает нам возможность очень стабильно, устойчиво получать хорошие результаты не только на хлебной ниве, не только животного основного, но и в целом экономике. Поэтому я сегодня пользуясь этим случаем хочу еще раз сказать огромное спасибо всем тем людям, которые причастны к этому хлебному караваю. За этот миллион и за еще больше караваи, который у нас будет по окончанию уборки. Спасибо большое, мира вам всем, добра, счастья, благополучия. И дай Бог, чтобы каждый из вас жил сто лет на этой земле. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Первая мировая, забытая, вторая отечественная, последняя война Российской империи. Множество названий военного противостояния начала прошлого века не может отразить в полной мере его страшной сути. Более 22 миллионов убитых и около 55 миллионов раненых – цена, которую пришлось заплатить человечеству за восстановление пошатнувшегося мира. Но и эти огромные цифры не передают в полной мере весь ужас и страх, который несет любой вооруженный конфликт. А потому сегодня так важно помнить уроки истории и понимать, что никакая экономическая или иная выгода не стоит человеческих жизней и разрушенных судеб. Оглянуться назад, чтобы более уверенно и с пониманием смотреть вперед, помогают исторические экспозиции, рассказывающие о военных годах и наглядно демонстрирующие реальную картину таких событий. Одна из подобных выставок накануне открылась в городе над Бугом. Подробности в следующем материале выпуска. В городе над Бугом была торжественно открытая экспозиция, посвященная первой из двух самых кровопролитных войн 20 века – Первой мировой. Летом текущего года исполнилось ровно 100 лет с того момента, когда мир содрогнулся от взрывов одного из самых масштабных военных конфликтов в истории человечества. Время, медленно, но верно, удаляющие от нас события этих страшных дней, тем не менее, не должно позволить забыть о том, какую цену заплатили за мирное небо над головой 38 государств, среди которых и Синеокая Беларусь. Сегодня мы вместе, коллеги из нашего мемориального комплекса, вместе с нашими друзьями, коллегами из Калининградского историко-художественного музея областного, решили к столетию, то есть также любая война – страшная вещь для людей, для окружающего мира, решили открыть эту выставку совместными усилиями. На выставке представлены как экспонаты из фондов Музея обороны Брестской крепости, так и стенды, привезенные из Калининградской области – единственного региона России, где столетия назад проходили военные действия. Личные вещи солдат и сестер милосердия, форма и специальные документы. Всего посетители могут увидеть более пяти десятков экспонатов, которые объединены одним историческим прошлым. Выставка посвящена столетию начала Первой мировой войны, и эта выставка называется «Брест-Литовская крепость и Великая Европейская война». Выставка из фондов мемориального комплекса «Брестская крепость с героями». Экспонироваться она, вероятнее всего, будет до конца года, а также совместно открывается выставка из Калининградского историко-художественного музея. Это Первая мировая война, люди, эпохи и судьбы. Эта выставка также – наш совместный проект с Калининградским музеем, и, вероятнее всего, также она экспонируется и будет до конца года. Рассказывает она о героях и событиях Первой мировой войны, но также о событиях Первой мировой войны здесь Брест-Литовской крепости 1914-1915 годов. Сотрудничество Музея обороны Брестской крепости и калининградского историка-художественного началось всего пару лет назад, но польза от такой взаимной работы стала очевидна практически сразу. Не ослабевающий интерес к специальным привезенным экспозициям как на Берестейской, так и на Калининградской земле – главное тому подтверждение. Сегодня жители российского города имеют уникальную возможность увидеть экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной, которые не один год являются настоящим достоянием мемориала Брестской крепости-герой. Обрещание и гости областного центра могут открыть для себя новые, ранее неизвестные страницы Первой мировой. Эти обмены очень помогают нам показать ту историческую правду, которая, к сожалению, за последние годы теряется и забывается из-за политики, которая думает, может быть, в первую очередь о современном состоянии, забывая историю, без которой нельзя жить. Анастасия Стропко, Сергей Куропатов, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас предлагаю поговорить о благоустройстве областного центра, а именно о его водной составляющей – водоснабжении и канализации. Сегодня централизованной системой водопровода охвачено порядка 98% жилой застройки города над Бугом. Цифра внушительная, но это еще не предел. Республиканской программой «Чистая вода», которая рассчитана на период с 2011 по 2015 год, предусмотрена обеспечить население практически на 99% водопровода и на 98,3% системы канализации. Поэтому сегодня работа сотрудников водоканала будет продолжаться в первую очередь в тех районах, где жители наиболее заинтересованы в решении этих вопросов. Виктория Дроговецкая выясняла, какие районы в этом году уже перестали экономить на воде, а каким в скором времени представится такая счастливая возможность. Тема водоотведения для жителей районов частной застройки, пожалуй, одна из самых насущных. Сегодня в большинстве случаев с возведением частного жилого фонда параллельно строятся необходимые коммуникации. Чего не скажешь о районах так называемой «старой застройки». Их жители до сих пор стараются лишний раз воду не включать. Конечно, работа в этом направлении ведется, и сегодня сотрудники жилищно-коммунальной службы города делают все необходимое, чтобы обеспечить системы водопровода и канализации всех, кто в этом нуждается. Если говорить по 2014 году, то на 2014 год из средств бюджета предусмотрено 3 миллиарда рублей. Из них 700 миллионов сегодня уже освоено. Построено 1,2 километра сетей водопровода. В этом году построен первый объект, завершено строительство июлем месяцем, который охватил райончик на территории Речицы. Это улица Солнечная, Цветочная, далекая, переулок Короткий. Буквально на прошлой неделе в этом микрорайоне работники водоканала закончили прокладку канализационных труб. Около частных домов появились люки и сливы, а вдоль дороги до сих пор виден след от недавних работ. Жители этих улиц наконец-то получили долгожданную возможность принимать горячие ванны, мыть посуду и заниматься стиркой, не думая о том, что канализационный колодец сможет заполниться в любой момент. Кстати, стать счастливым обладателем заветной системы водоотведения вполне реально. Для того, чтобы выполнить эти работы, людям необходимо организоваться в организацию, выбрать председателя. После этого получить технические условия в Брестском водоканале, выполнить проектно-сметную документацию, пройти экспертизу государственную вне ведомственную, согласование с водоканалом в обязательном порядке этого проекта. И после этого необходимо включить в план работ. Почему в план работ? Потому что это касается финансирования той части бюджета, которую нужно планировать. И как только это все будет выполнено, становятся ясны сроки, когда, значит, по каким объектам будет выполняться работа. Финансирование строительства сетей водоснабжения и канализации в индивидуальной застройке проходит на условиях долевого участия бюджета и населения. Так, при возведении водопровода государство и население платят поровну. А на прокладку канализационных труб жители должны выделить 30% стоимости. Остальные 70% за счет бюджета города или области. К слову, уже сегодня известно, в каких микрорайонах пограничного города на днях начнется работа по строительству сетей водоотведения. Следующим объектом, который начинается у нас буквально в августе месяце, это большой район канализования в Гершонах. Там будут канализованы 12 улиц и переулков. Кроме Гершон, в счастливый список попал жилой сектор в микрорайонах Кречица и Плоско. Вопрос финансирования по объектам данных участков будет рассмотрен при формировании программы строительства на 2015 год. Поэтому, если у жителей частной застройки, к примеру, задворцев возникнет желание полноценно пользоваться благами цивилизации, нужно просто проявить собственную инициативу. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы просмотра заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В последующие сутки, 3 августа, территория Брещена останется в поле повышенного атмосферного давления. На большей части сохранится очень жаркая погода, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью плюс 19-21 градус. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 28-30 градусов выше нуля. 4 августа преимущественно без осадков. Лишь утром и днем в крайних юго-западных районах пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Температура воздуха минимальная ночью 20-22 градуса. Максимальная днем от 32 до 34 градусов со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова